всем привет сегодня я вам поведаю историю о том как я возвращал тот самый iphone 5s найденный моим знакомым барыгой деду один из вас кто написал комментарий предугадал то что произошло и да надеюсь вы не будете против то что я снимаю видео лежа в кровати и так удобно вам все равно показывать по сути ничего вам в общем то надо только слушать в общем я напомню я в том видео рассказывал как я договорился о встрече договорил мне звонила его жена владельца телефона мы договорились точнее я и предложил что я готов вернуть им телефон за какой-нибудь вознаграждение например в тысячу я не говорил что вознаграждение прям пиздец обязательно я говорю за какое-нибудь ну например тысячу потому что я объяснил что телефон этот нашел не я я его выкупил договорились мы на следующий день следующий день назначенное время никто не звонит на телефоне кстати был какой-то пропущенный я его просрал либо позвонили сбросили либо я не слышал ладно буду вам тигра показывать в общем договаривались мы на шесть вечера встречу на остановке в шесть не никто не звонит звонок всем звонит сим-карта стояла в айфоне звонок и тут кстати мой косяк моя невнимательность звонок с номера который не забит в контактах то есть номер определяется но он никак не записан так то так то вот он я вот где мы можем встретиться я говорю ну там то там то типа я в принципе даже на месте могу прямо сейчас могу вас подождать подходит два мужика смотрит телефон и показывает свою нахуй корочку на стрелу пришли мусора это было предсказуемо на самом деле что дальше предлагают пройти я понимаю что как бы я ни при чем я свою правоту могу доказать я вежливо предлагаю давайте мы проходим оформлю все это очень долго на самом деле оформили как бы что я добровольно вернул телефон конечно кое-кто там пухмелся типа у бля чё барыга что ли ешь блять косарь рубль за 5s хочет блять ну я им как бы все объяснил побычили но успокоились в итоге оформили как типа я добровольно вернул 500 рублей улетели в пизду естественно но суть не в этом в общем то к ментам особых претензий нету они как бы все более-менее прилично культурно аккуратно оформили но я вот что хочу сказать давайте посмотрим какой у нас сейчас год а год не покажет какой у нас сегодня месяц у нас почти конец марта 2019 года когда вышел iphone 5s iphone 5s вышел в 2013 году сейчас iphone 5s можно найти за 4-6 тысяч рублей вай если вдруг владель я буду сейчас говорить как будто я говорю владельцу того телефона если вдруг этот чмардяй посмотрит это видео то вот я тебе значит это и говорю слушай юра блять ты взрослый сука мужик у тебя жена ты на машине мы вычислили твой аккаунт на авито я знаю что тебя зовут юра и я знаю что ты продаешь спойлер от 21 12 неужели имея свою квартиру семью неужели ты чмардяй этакий зажопил косарь за то что тебе нашли телефон целому невредимому вернуть со всей твоей информацией потому что иногда информация важнее телефона вы понимаете ребят мои адекватные подписчики вы понимаете с какими гнилыми чмардяями вы каждый день ездите в транспорте видитесь на работе в школе в универе в колледже просто на улице в торговых центрах вы понимаете какие чмардяи среди нас этот человек проходил до 2019 года с 5s и рвет за него жопу пишет заявление нет бы пришел сказал извини но тысяча это слишком дорого на тебе 500 или давай вообще тогда без ничего окей я мог бы это понять но вот такие вот дела вот такие вот дела решать через ментов это каким сука надо быть чмардяем я понимаю если украли и выкинули но я же разговоры ментов слушал заявление было написано не на кражу блять она то что он его потерял и потерял он его 9 марта ты наверное бухой бухая свинота где-нибудь валялся шатался и проебал его да учитывая то что наш приокский район не такой уж и топчик я начинаю все больше и больше презирать жителей приокского района особенно глубже я живу скажем так на рядом с остановкой пирогова 5 базой кто знает тот знает тот уебок живет в трех остановках от меня на карла маркса я делаю вывод что люди которые живут на окраинах а это можно уже назвать окраины гнилые охуевшие жадные чмардяи